Я сам не считал. Я сам это дело не считал, но вот такой факт я знаю, что люди его считали и говорят, что это именно так. Но теперь это не работает. Теперь все писатели знают об этом и сразу подсчитывают число И. Нет, я думаю, что это никак не. Есть единственный писатель, у которого читательские варианты пара там не совпадала, это был Чехов. Ранние рассказы, его зрелый Чехов, у него там какой-то два варианта не совпадают. Ну, скорее всего, Чехов, да. Что Чехонто и Чехов разные чуваки. А ты думаешь, что стиль не меняется? Не меняется, потому что по большому, большая количество выборки было сделано. А на каком материале собирается сама эта статистика? Вот говорю, выборка большая. Тостоевский, Толстой. Десятки, сотни страниц обрамазованы. Потом ребята первоначально считали вручную, представляешь? Совершенно верно. Ну, сумасшедшая работа, кстати. Ну, это опять-таки исходить надо из гипотезы, что оно реально не меняется. Почему мы так решили, что оно не меняется? Потому что ты берешь Ильва Николаевича Толстого, берешь его ранние рассказы, Севастопольские рассказы. Войну и мир и поздние упреждения, и видишь, что они читательские варианты не меняются. Понятно. Это один пример. Один пример. Один пример, что он не менялся. Точно такая же ситуация по Достоевскому. А если Чехов менялся? По большому, по горькому такая же есть статистика. И исключение есть только у Чехонто, у Чехова. Вот. Чехонто и Чехов там по двум вариантам дело не меняется. Поэтому ты делаешь подобного рода гипотезу. После этого ты начинаешь смотреть, а кто же написал «Тихий дом»? Не, но если ты возьмешь писателя, то ты именно стилиста. Да. Который там, ну не знаю, какой-то там, Металла Кальгина, который там в одном романе начинает его там... Ну, Владимира Сорокина. Владимира Сорокина, допустим. Ну, может быть. Который пародирует просто стиль все время различных писателей. Как происходит в головном сайте. Не проверял. Не проверял. Ну, вот можно. Желающих хорошо знающих программирований, хотя как служебные слова формализовать. Ну, как-то можно попытаться. И тогда эта программа будет работать быстро и мгновенно. Вот. Это такой способ. Это естественно научные методы филологии. Вот так можно работать с текстами. Проверять кто чего писал, а кто чего не писал. Но опять-таки, если предполагать, что человек не меняется. То, что один не изменился, второй не изменился. 5 или 6 не изменилось? 5 или 6 не изменилось. Ничего себе. А как ты тогда тогда объяснил, что у тебя есть несколько книг от Тихого Дона? Значит, в первых там четырех. Дело в том, что он не меняется, а в последний, заключительный, то там происходит... Может, там был какой-то перерыв, когда он не писал, а потом... Контузия, да. Там темная история. Про нее можно немножко поговорить? Но насколько я понимаю, что данных-то все равно нет. То есть все данные, которые есть, они на сегодняшний день исчерпаны. И ответа на вопрос все равно это не дало. Нет. Вот это то, что я говорю, дает такой ответ. Потому что, когда они исследовали автор подлости Тихого Дона, они поступали как гуманитарий, как филологи. И действительно, там были вопросы, там была возможность дискуссия какая-то. А когда ты приходишь с точки зрения прикладной математики, ты получаешь четкий ответ, что Шелоков не являлся автором Тихого Дона. У тебя гипотеза подтверждается пятью экземплярами, на примере которых она работает. Но писатели, мягко говоря, сильно больше. Ну поэтому, на самом деле, я говорю, что, полагаю, что эти штуки, которые они выбирали там, они являются все-таки писательскими вот этими вариантами. Правильно было бы, если бы какой-нибудь грамотный программист написал бы программу. Но тут надо работать вместе с филологом, потому что, как выбирать служебные слова, я не знаю из текста. И тогда бы она работала, и мы тогда бы набрали бы статистику по тысяче, десяткам тысяч писателей, мгновенно при там. Различные, русских, английских, каких угодно. Ну да, да. Тогда можно возвращаться к этой гипотезе. И целый сайт такой, делаешь вот эту штуку. Берешь целый. То-то фальшивка, это тот, 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 тот писал. Это не писал. Что является вариантом, что не является. Вообще филологию можно было перевернуть. Я давно об этом не читаю. Нет, подожди. Нет. Сначала ты будешь перелопачивать тысячи и десятки тысяч писателей и набирать статистику. Буду. А потом, потом, ты будешь применять вот как бы результаты этой статистики уже к каким-то откровенно спорным случаям типа Шоукова. Ну какая тут филология? Это история литературы. В основном уж этот написал, а этот другой. В чем филология? Кто-то скажет про текст, что там такое-то количество и, и такое-то количество. Да, да, да. Как это и скажет. А что это не гениально? Очень информативно. Все только об этом и хотели знать. Да. Вот, например, выяснилось, что Шекспир – это не один автор, а десяток. Ну какая разница там? Ну… Мне это же интересно. Кому как. Кому как. Кому как. Если люди не хотят читать сами произведения Шекспира, то им, конечно, интересно это. Да. Как правило, как бы выбор. Либо ты интересуешься тем, что там написано, собственно… Нет, ну оно, например, может быть противодителем. Я вот, например, когда Шекспира читал, в детстве много, то у меня что-то было интересно, а что-то было совсем неинтересно. Представь себе, если Шекспир будет откартирован. То есть он будет выбирать то, что… Аналогичная ситуация с Дюма. Понимаешь? То есть можно… С Дюма там вообще все плохо. Мы про того, на которого работали просто… Фабрики, да. Фабрики. Фабрики. Там надо выбирать, потому что там можно взять, изданное под этой штукой, под Дюма такую дрянь, типа фан-фана, тюльпана какого-нибудь. Читать это совершенно невозможно. А кино прелестное. Ну… А вот, какие-то там черные тюльпаны, что-то или еще. А когда ты берешь, там, 20 лет спустя, 10 лет спустя, трилогию о Генрихе Наваррском, это высокая литература. Еще какая. Потому что из них такие дурацкие фильмы снимают. Это проблема тоже. Вот. Поэтому вопрос, он достаточно интересный. Просто… Здесь же есть, Антон, согласись, что мощный эстетический эффект. То есть покопаться в нежной внутренностях мировой литературы и культуры грязными негуманитарными руками. Есть, на самом деле. Но просто ничего нового в этом нет. Потому что в живописи-то это давно происходит. И есть, как бы, спектральный анализ. Там есть, там, анализ, там, как эти мазки ложатся. Да. То есть в исследовании живописи, эти все методики, как бы, ну, условно говоря, естественно научные и математические, они все, как бы, уже применены. И, собственно, ну, что это дает в живописи? Ну, дает. Отличают там подлинники от подделки. Вот. Ну и все. Ну, там, по крайней мере, эта вещь оплачивается. Ну, видите, эта штука же не… Ну, вопрос на самом деле же не в авторе. Какая разница, по большому счету, кто написал какие-то? То есть, конечно, там типа Шолохов, не Шолохов. Вот. Ну, хорошо. А если не Шолохов? Что это? Перестанет быть прекрасной литературой? Не знаю. А вопрос праведливости, может быть. Да. А потом, если выяснится, как люди подозревают, что казацкий писатель Клюев это дело написал какое-то, я не знал ни одного текста подобного времени. Ну, потому что этих текстов там они… Он публиковался в каких-то казацких литературных журналах начала века. Можете себе представить, значит, насколько широко был известен этот человек. Да. Нет. Материалы Клюева, которые подозрительно напоминают Тихий Дон, они, в общем, найдены. И они анализировались. Но, понимаете, какая штука? Если кто-то надеялся, что Шолохов просто вот взял дневники там или какие-то наброски Клюева и просто опубликовал, назвал там глава Тихого Дона, этого не было. Да. Вот просто этого нет. Потому что они существенно отличаются. Он, возможно, пользовался этим как материалом. Это, кстати сказать, очень вероятно, потому что ему банально не хватало жизненного опыта. Он же писал всю эту эпопею мальчишкой. Он просто жизни еще толком не видел. Вот. Поэтому ему просто не хватило бы знания и фактических деталей. И он мог пользоваться материалами, видимо, тем же самым Клюевым, может, еще чем-то. Вот. Кто знает. Но доказывает ли это, что он тупо своровал? Нет. Не доказывает. Потому что, да, ты можешь пользоваться чьим-то материалом, но ты же в художественном произведении вопрос же не в фактографии. Там художественность произведения не в фактах, а в том, как ты их изображаешь, а то, как он их изобразил, это, по-видимому, его рук дело. Не знаю. Не знаю. Вот то, о чем я говорю, просто показывает, что он взял практически готовую рукопись и просто-напросто приписал к ней последнюю книгу. Написал ее и все. Так а почему считается, что вот эту последнюю главу он написал, а остальное не он? По читательскому инварианту взялись поднятую целину. Так нет, а почему считается, что поднятую целину он написал? Может быть, он написал Тихий дом, вот, кроме последней главы, потом как бы на последнюю главу подсадил каких-нибудь литературных рабов, как вы выражаете, да, и они даже писали поднятую целину. Ну, тогда это было маловероятно, но это возможно. Тогда он этих самых литературных рабов таскал с собой всюду и всегда. Ну, с ними он всю жизнь жил просто, получается, с этими литературными рабами. То есть все остальные произведения, они совпадали, да? Да, да, да. Ну, просто вот Тихий дом вот такой был. Так откуда изначально сомнения пошли, что Тихий дом? Откуда пошли изначально сомнения? Откуда пошли? Ну, тут есть несколько как бы тревожных звоночков, что называется. Во-первых, он всю эту колоссальную книжку опубликовал, ну, он ее начал опубликовать в возрасте 21 или 22 лет. То есть, вообще говоря, трудно представимо. И дело не в том, что там вот, может быть, какой-то вот гений родился, да, и что-то такое блестящее шпарит, значит, что рука не устает. А вот опять-таки, он банально, этот молодой человек, не мог знать вот всего этого колорита, который он там описывает. И когда начали, кстати, внимательно читать Тихий дом... То есть, я замечу, что с громадной скоростью? Да, с огромной скоростью. Потом было показано, что он никогда такой скорости даже близко не работал. Он работал в 20-30 раз медленнее. Да, ну, там, понимаете, божественное вдохновение, рука сама летала, он никуда не писал письмо. Да, ну, типа того, да. Ну, мало ли, в конце концов, этого нельзя исключить. Вон там какой-нибудь Пушкин тоже уехал в Болдин, а за одну осень нафигачил столько, что просто... Ну, по объему-то это немного. Ну, по объему, да. Это, грубо говоря, 20-30 страниц какой-то, какая-нибудь главка там шелуха. Вот. Это раз. Потом, когда люди начали вчитываться в сам текст Тихого Дона, то обнаружили фактические несовпадения. То есть, расположение одной и той же страницы, которая описывается как идентичное, оказывается, ну, просто разным. Пытались привязать это как-то к местности, найти прототипов, это еще только запутало дело. То есть, как минимум, сам автор не стыковал вот эти вот содержательные детали своего произведения. То ли он либо не знал, он либо, так сказать, на это вообще не обращал внимания, но это невероятно на самом деле. Потому что тут вариантов ровно два. Либо ты как бы сознательно обращаешь на это внимание, на эти детали и как бы контролируешь, что вот там описание станицы одно и то же, окрестности у нее одни и те же. Либо на тебя упало божественное вдохновение и все за тебя сделал какой-то дух, а ты просто это записываешь. И в том и в другом случае эти штуки были бы согласованы, они не согласованы. Вот. И потом, когда он уже жил дальше и функционировал в качестве... Есть еще вариант, что ты... Чего? Ну, как бы... Есть люди, которые одно предложение пишут, и пока они пишут, они теряют согласование. Вот, в падежах, в мыслях и так далее. Может быть. Можно и забыть. Да, но забыл, конечно. Потом у меня память стала лучше. Потом память стала лучше. Слушай, вот следующий был тревожный звоночек, что всю свою жизнь Шолохов никогда, ни с кем не говорил о литературе. Он просто отказывался на эту тему разговаривать. Не только о том, как он писал, как он работал над Тихим Доном, а вообще о литературе в целом. Вот просто там выпить, закусить, про баб... Бога ради. Про литературу никогда, ничего. Просто-напросто. Вот. И, в общем, люди начали, так сказать, задумываться и задавать простой вопрос. Как так получилось, что пацан 21 год выстреливает таким вот гениальным, огромным текстом, а потом всю свою жизнь ничего, отдаленно даже приближающегося, не пишет. По классу. По классу ничего. Поднятая целина – это откровенная халтура. Причем вот именно филологи как бы ответственно говорят – это качественная сделанная, но откровенная халтура. Это не художественная литература. Вот просто не художественная. Это просто на заказ. Ну, как бы, ему не было так прямо, вот, товарищ, так сказать, Шолохов, сейчас сядь и напиши нам про колхозное строительство, значит, у вас там в Донецких стебях. Ну, надо бы написать. Да. Ну, вот он, как умный человек, понимал, что было бы здорово, да, и он написал на заказ. Ну, это… в этом нет ничего страшного. Много людей пишут на заказ какие-нибудь там художественные, полухудожественные произведения. Это ничего страшного. Вот. Но просто, понимаешь, он… или вот «Судьба человека». Судьба человека, кстати, не халтура. Это вполне себе художественное произведение, но, опять-таки, да, оно как будто из другой планеты, да, как будто другой человек реально все написал. Вот. Кроме того, не существует рукописей Тихого Дона. То есть, они не сохранились. Или там есть какие-то ошметки, но вот то, что считается за отправную точку в вопросах, так сказать, что написано, когда написано, это рукописи чиновики, вот этого просто нет. А я еще то слышал, вроде нашли, нет? Ну, там есть… Шолохов потом, когда вот еще при его жизни этот скандал разгорался, он предъявил одну из рукописей, значит, какой-то своей главы. Но дело в том, что не помню, при жизни, при его ли жизни или после его жизни, внимательный анализ показал, что эта рукопись не могла быть написана вот там, когда она должна была быть. Это просто явно было написано вот, как бы, вот в те дни, когда возник вопрос о том, точно ли, да, он просто сфабриковал эту рукопись. Ну, то есть, грубо говоря, ядь там, да, вот такие всякие ядь там. Ну, там разные были вещи, там типа бумага, чернила, почерк, вот такие все штуки. И это, в общем, сейчас, насколько я понимаю, доказанный факт, что он просто сам сфабриковал эту рукопись. Его там на то время поверили, а потом вот после смерти поисследовали и поняли, что нет, это не отбыло. Может быть, Шолох замечательный писатель, что все-таки есть такая тайна. Не-не-не-не, я понял, на самом деле был Шолохов, он гениальный, он писал, вы уже поняли, да? Он писал, 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 а потом, как бы, он то ли умер, то ли инопланетянин. Да, инопланетянин. В общем, так и иначе, как возник другой Шолохов, которому пришлось дописывать последнюю главу, ну и все дальше. Вот. Ну и все рукописи куда-то пропали. Да-да-да, он умер во время голода, известно, он Дону. Да, может быть, он не был бы таким знаменитым писателем, если бы такой тайны не было бы. Не-не-не, он был знаменитым. Он был совершенно советский писатель, он был одним из главных, один из главных именклатурщиков. Ну, вообще один из главных, непонятно даже, что Алексей Толстой, по-моему, не был даже такого масштаба, как Шолохов. Поделев еще был. И тоже не был такого масштаба. Фурман. Пожалуй, что никто и не был, а? Не-не, ну как, он же, насколько я понимаю, Шолохов не занимал каких-то постов в этом союзе писателей, да? Ну, просто это был человек такого авторитета, что, ну, такой был серый кардинал. Симонов это вот еще. Ну, Симонов. Вот, поэтому, поэтому, смотрите, вот я как раз собственную, ну, тут же ее придумал за полчаса где-то там, а сидел в Каргополе в номере, про Селинджера. Это автор одного из самых популярных произведений «Над пропастью воржи». Вот. Там тоже возникает целое большое количество несоответствий. Первое. Значит, до определенного момента он никак не показывал себя как писатель. Он публиковал какие-то второстепенные журналы, какие-то второстепенные рассказы. Это совершенно было невозможно. С одной стороны. С другой стороны, он исходил исключительно богатой семьи. Богатая семья, она состояла в том, что у него еврейский фабрикант, торговец с сыром и колбасой, в том числе не кошерной, с виной. Вот. Такова она была ситуация. С одной стороны. С другой стороны, у него произошла личностная трагедия определенного. Он полюбил дочку известного американского драматурга, у Нила, да. Но она потом от него ушла к другому. Это другой был, по странным причинам обстоятельств, человеку, ему там, по-моему, 56 лет было на тот момент, величайший актер и режиссер того времени, Чарли Чарли. То есть то, что он должен был ей показать, и при всем этом, что-то должно было быть грандиозное, потому что было за что конкурировать. После этого он его служит в армии. Там он занимается контрразведкой. То есть пытает людей, узнает немцев расположение всех этих вещей. То есть человек нацеленный на определенного рода своеобразную деятельность. После этого он приходит из армии, и типа он в армии все время писал. Он публикует свое, как считается, гениальное над пропастью ворожи. После этого он публикует, сначала рывку Банананку, а потом над пропастью ворожи. После этого он, значит, публикует еще несколько рассказов. В 61-м году с большим перерывом из одного из своих повестей публикует как бы письмо, переписку. И после этого вообще ничего не пишет. То есть живет туда 90-х годов, не пишет ничего. Не дает интервью. А литература не говорит, скрывает свое понимание. Значит, что... Нормальная ситуация. Подожди, подожди. Нормальная ситуация. Значит, и вот это, значит, ситуация. Единственный раз, когда он оказался, он криминальному репортеру попытался дать интервью по поводу того, что какие-то люди берут его ранние рассказы с Севенджера и публикуют без его разрешения. И вот он говорил, что таким образом воруют его авторские права. И мы видим следующее, что откуда-то появившийся дар, который рассвел во время того, как он служил в армии и воевал, там, кстати, встречался с Хамильгоей. Этот дар существует всего немного, всего несколько лет. Ну, до 51-го года, вообще говоря. После этого человек ничего серьезного не публикует, остается автором одного-единственного романа. Человек чрезвычайно богатый, то есть мог заказать себе работу, любую. Человек, благодаря своей матери, очень желающий прославиться в этом попроще литературном. И плюс человек, к этому есть что доказывать. Ему было своей подруге-невесте, которая ушла от него к стареющему актеру Чарльзу Каплину, было что доказывать. И плюс, конечно, как любой человек, он был с шатких правил. Ну, во-первых, его отец занимался торговлей не кошерной колбасой раз, а во-вторых, он был контрразведчиком в американской армии. То есть пытал, обманывал что-либо каких-то вещей. Ну, честно, надо еще разбираться. Может быть, он бумагу складывал в стол. Нет, это понятно, что он дарил немецким офицерам и своим розы и тюльпаны, которые там во Франции он уже собирал, сам выращивал. Это ясно, безусловно. А про сведения между ними он писал романы «Воспитание в одной пропасти воржи». Это абсолютно правда. Просто стечение подобного рода обстоятельств правила, вот как мы вот говорили только что Игорь нам рассказал про Шолохов, позволяет точно так же подвесить возле Селинджера большой вопрос по поводу того, что являлся ли он автором над пропастью воржи. Как это доказать? Я это доказать не могу, что не являлся. Вот надо выполнить вот эту математическую операцию. Взять его текст и посмотреть, насколько он соответствует по поводу вот этих инвариантов, его ранним рассказам, которые были повлекованы в второстепенных журналов. И вот всякую вот это… Зачем вообще истина? Зачем вообще истина? Нет, дело не в этом. В литературе зачем? Ты просто как понтипелат говоришь, что есть истина. Но я тебе говорю, вот истина. Это для истории важно. Ну, во-первых… Вы сейчас скажите, что важно, был ли Иисус Христос? Для истории это важно. Нет, вот это как раз неважно, да. Нет. Был ли Иисус и Христос ли? Был ли Иисус или Христос? Кхристос ли Он был. А, был ли и Христос Иисусом, да. И был Иисус Христосом, да. И 33 года его подменили на плентяне. Да, безусловно. И он вознесся на летающей тарелке. Это, конечно, это очень неважно, это самая речь. Просто так же можно рассуждать, Евангелие от Луки и Лука написал? Да. Или кто-то другой. Да, я даже говорю, а Тихвинскую икону Божьей Матери Лука или написал? Ну, в общем, это понятно, что не Лука, по-средственности. И так далее. А настоящий ли этот, как там, нет, какого парня-то зовут, который у нас на севере Ленинградской области лежит? А, тут Александр Сверский. Александр Сверский, да. У него там в третий или в четвертый раз чудесным образом обрели его мощи. Это они настоящие или в третий или четвертый раз фальшивка? Нет, просто, как бы, у него дискусс истинный немножко как бы не подходит для дискурса искусства. Хотя, конечно, может применяться. Подходит, подходит. Мы можем, конечно же, попытаться все выяснить и досконально там... Мне, чтобы найти какую-нибудь подделку и разоблачить, что там, допустим, все считают, что это подделка, а на самом деле это человек подделал-подделал, а она подходит. Такое тоже бывает, по всей видимости. Просто точно так же недавно в Параде передавали там ну там просто историю какую-то про то, как один художник, сам походу гениальный, подделал Виер-Мейну. Причем он не подделал какие-то его произведения, а он под него рисовал. То есть многое делал. Ну, это без конца. Это без конца. Потому что сейчас до сих пор неизвестно, какие произведения на самом деле Виер-Мейну принадлежат, а какие вот... Ну, это без конца. Значит, там... Значит, говорили, что там, например, несколько, чуть ли не тысяч картин. Монка была введена в Америку, но он столько не писал. И считается, что Айвазовский писал сейчас все эти картины собрать со скоростью, одна картина в два суток, что тоже быть, в общем-то, не могло. Ну, это такие вот вещи. Это на каждом шагу. Нет, это разные вещи. Почему? Потому что подделка картин это почтенный древний бизнес. И он объясняется очень простыми... Материальностью носителя. Материальностью носителя. Дело в том, что есть спрос. Есть люди, которые хотят вот что-то такое вот повесить на стенку. Дорогое, оригинальное и все такое проще. Ну, не смог столько Монка или Вильмейр записать за свою жизнь. Не мог. Даже если начать торговать там уже совсем эскизами, ну, так понимаешь, этому массовому рынку эти эскизы не интересны, потому что они не очень-то выглядят. Они не очень красивые. Нет, они важны как-то. Можно спросить. По этому фальшинке производили и производятся в большом количестве. Это не проблема. Ты же говоришь о другом. Да. Тиражирование над пропастью Варжи никакой проблемы не составляет. Печали миллионными тиражами и все хорошо. Вот. Поэтому тут... Это разные вопросы. Как и тиражирование тихо ладона. Да. Как и тиражирование тихо ладона. Я так хочу как раз говорить об искусстве-то нечто другом. Вот вот речка, которая обращает внимание, скажем, бодряя, что до определенного момента было неважно, настоящую перед тобой картину или нет. Если она рождает тебе те же самые чувства и выражает то, что ты хочешь в ней увидеть, по большому счету, то тебе не важно, принадлежала она Рембранту или нет. Только позже. Нет, это до определенного момента, до определенного момента. До той самой поры, пока не появилось так называемое престижное потребление. И тогда тебе стало... Некоторые вещи потребляются именно потому, что их потреблять престижно. Ну, например, вот известный современный арт-объект, это дерьмо какого-то художника в стаканчиках. Ну, я тебе лежу, пока он сплет. Нет, лучше дерьмо в стаканчиках, чем я тебе лежу. Оно там дошло до сумасшедших денег уже. в стаканчиках уже. Потому что она limited, то есть она ограничена, было изготовлено только 50 таких стаканчиков, и они каждый год дорожают, что называется. Вот. Почему? Потому что это престижное потребление. К престижному потреблению не важно, что потреблять. Ему важно, что этот объект демонстрирует, что он столько денег мог потратить. Ну, это ведь, ни к Тигому долгу, ни к Натрукостью уважает и не относится никак. Почему? Ну, там можно. Не относится, да, не относится, потому что тиражиримые блага. Тиражиримые блага. Но, с другой стороны, у нас есть некоторая некоторая вещь, что у нас Селлинджер, как и Шолохов в 60-х, 70-х годах является столпом идеологии, советской идеологии. Шолохов, американский Селлинджер. Ну, прям Селлинджер, столп идеологии, американский, да ладно. А как? Он считается главным американским писателем. Да ладно. А кто еще? Он главный американский писатель. Но он же считается только потому, что он написал эту книгу. Да. Не так, что он написал много, и чтобы продать, как выражается, над пропастью вожи, это приписывают Селлинджеру. Не так? Смотри, Селлинджер, понимаешь? И уже, смотри. Вот как подделка, как подделка существует? Ты берешь, кладешь в дерьмо в стаканчик, и ты говоришь, это дерьмо того художника. Настоящее, да. И все покупают, да? Вот. Над пропастью вожи происходит ровно наоборот, да? Нет, но я... Оно уже есть такое, какое есть. но я тебе хочу сказать, что продается здесь уже настоящий момент, не пропастью вожи, продается Селлинджер. Да нет. Селлинджер продается. Селлинджер так продается как классика американской литературы, как и Шолохов. Понимаешь? Шолохов продается как Шолохов. Это для тебя немножко образованное человек, и это может быть как-то так, да? Да. Если это читают подростки, которые в основном это читают, ну это все-таки подростковое чтение, ну так, да. Вот. То они читают именно над пропастью вожи. Они узнают о Селлинджере одновременно с тем, как узнают над пропастью вожи. Ну, быть может. Хорошо. Но настоящий момент, мне представляется, у нас же была программа школьная, она была идеологическая. Туда входили определенные произведения. Они входили, ну, как говорили, что Пушкин стал членом Политбюро, а Гоголь стал кандидатом членом Политбюро в 30-х годах. Вот такая. Они изготавливались как с определенного рода идеологические фетиши. Ну, он не стал. Вот даже в Челябциками взяли, ну, если ты вспомнишь. А Пушкин стал... Представьте его, как он прогибался. Ну, ладно. Пушкин-то был членом Политбюро. Сделали из него. Я еще говорю, Петр Первый был тоже близок к этому состоянию во время войны. Александр Невский, а Дмитрий Донской, да? Не, ну, есть еще другая тема, когда люди как бы находят какие-то подлинные рукописи, да, какие-то там, может быть, неизвестных там этих сочинителей. И потом их выдают как бы вот эти находки. Ну, я имею в виду исторические какие-нибудь там, трактаты и прочее. То есть, тема не будет не выдают за свое, а просто приобщаются к тому, что нашли что-то такое подлинное, такое первое. Да, это понятно. Ну, смотрите, здесь же еще вопрос по большому счету вот в этом смысле. Вопрос славы. Ну, вот представьте себе, научусь я писать по-гречески времен этого. и вторую книгу и захочется мне поставить, что-нибудь напишу, да никому это никогда не нужно. А вот если я скажу, что я нашел вторую книгу поэтике Христотеля, то, блин, вот это факт, что называется. Это... Где что я нашел? А? Спросит тебя, где что я нашел? Был, как эти. Совершенно случайно. В земле был, Саш. Да. В земле был, Саш. Я говорю о покое Игоре, пожалуйста, хороший пример. Да. Так у нас найдено... Да, да. В земляне сохранился. Да, якобы сгорело, рука пиздя. Да, все сгорело. Большое... Ну, вот... Ну, да, ну, вот я, допустим, как прославился этот человек? Я не знаю, кто нашел слово покое Пусинпурс. Вообще без памяти. Что? Ну, текст сам. Сам текст. Всем. Мусинпурский. Сам текст прославился. Сам текст, да. И точно так же и текст вот этой поэтики и моему тексту, например, то есть на самом деле тексту Аристотеля второй книги поэтики, ему будет долгая жизнь и обеспеченность мне удастся доказать, что это книжка именно Аристотеля, а не Игоря Данилова. Не, возможно, многие трактаты Платона точно так же написаны. Ну, это бесспорно. Так, в период с рождения. Был такой замечательный ресурс, всем рекомендую, по-моему, умер. Называется Академия Неверия. Ребята работают с тем, с кем никто не работает. Они работают с музыкальными произведениями. И они показывают, что, например, Иоганн Себастьян Бах за стопроцентная фальшивка. Абсолютно. А кем придумали? Я уже, по-моему, на его ручку. Началь 19 века. Его рукописи обнаружил? Ну, это понятно. На рукописи, да. Да, трайным образом обнаружили там, значит, чего-то там еще. Вот они этим вопросом больше не слушаем, по-моему, все. Не, слушаем. Вот. И кто, кто, кто-то там... Мы не должны поддерживать. Здесь кто-то истинный говорит. Все, что можно, надо отбросить, надо понести, надо выкинуть. Он в 19 веке любой дурак уже так написал. Все, не слушаем. Да, да, да. В 19 веке точно так же из таких... Но странно, что это полифония, она как раз характерна для предыдущих веков. А в 19 веке тоже после Битковин и так далее нематическая музыка и аранжировка. Вот это как-то не вяжется. Да, обвяжется с тем, что человек возглавлял больше своей жизни при какой-то церкви хоровых сирот. А на сегодняшний день страсти по Матфею, страсти Иоанны настолько сложены до исполнения, что их по большому счету несколько хоров мира могут исполнить. Ну, не факт же, что то, что было написано, должно было быть резидно исполнено. То есть это совершенно невозможно как бы получается. Ты обижаешься с Шекспиром? Ты сейчас просто обижаешься сирот? Ты понимаешь, что? Мы можем все хрики имена помнить. Шекспира вспоминали уже, да? Данте можно вспомнить, да? Был ли такой вообще писатель такой был? Да. Ну, это важно понимать, что я просто говорю про Академию не верю, что мы вот работаем с литературой, а есть группа людей, ну, там они представляются как электрик, там еще кто-то, каких-то там еще раз. Украины, кстати. Вот. Такой был ресурс. И они показывали, что по большому счету есть несколько авторов-энциклопедистов, типа Баха, которые очень много всего написали, что это, по всей видимости, плод поздней коллективной работы просто-напросто. Такова ситуация. Но это подделки то, что у них тоже тиражированные тексты. Ну, да. Я все-таки... Они там рассказывали еще такой интересный случай, я не знаю, что где-то, по-моему, в 70-х или в 90-х годах появилась какая-то уже престарелая, больше 70 лет была, уникальная пианистка, которая... Тут же история появилась, что дирижируют ее оркестром, который сопровождает. Другой, мальчиком, выживший в немецком концлагере, дирижер какой-то. И она удивительным образом играла, а потом типа того, что она умерла, и после нее осталось большое количество неизданных текстов. А потом выяснилось, что это, грубо говоря, калька с концертов одного из польских пианистов. Сто процентов. Но эта вот легенда, она долго-долго-долго существует. Вообще-то недавно нашли последнюю какую-то рукопись Битлс, что-то там, какой-то там, непонятный... Ну, рано еще. Искать рукопись Битлс еще рано. Не, уже находят, уже находят рукописи какие-то... Не запись, да? Ну, в смысле запись, запись. Запись, неправильная запись, запись. Нет, это на каждом шагу. Просто разломятся. Да, особенно... Особенно вот... И в Израиле этим отличаются. Вы же знаете, что не так давно они вообще пошли во все тяжкие. Они нашли какой-то камень, который вы интерпретировали как гробница царя, и на нем было написано, что это гробница царя Тараслава Ирода. То есть вообще люди пошли во все тяжкие. Нет, там они свит в Мертвом море вот это нашли. И среди горящих медных свиток, который там пролежал. Который должен был разложиться, да, уже сто лет. На фольге, которая... может быть произведена средствами только уже начала 20 века и позже. Так, а если историю фальсифицировали инопланетяне, то для них нет такой проблемы, понимаешь? Ты вот все как бы упираешься там, кто мог фальсифицировать? Какие средства 20 века? Инопланетяне. Конечно, инопланетяне они фальсифицировали все. Да, я и говорю, что... Инопланетяне вместе вступили в сговор с акварированными рыбками и фальсифицировали мир. Я согласен. Давайте как бы серьезно говорить. Ты говоря, у меня вопрос есть как бы из этого всего. Вот что не затронь, всегда получается, что есть не только место сомнения, еще есть более того место подтверждения этого сомнения и следовательно некое истинное разочарование в том, что на самом деле и это подделка, и это подделка. Вообще, в принципе, прошлому истории верить нельзя. Более того, эта самая прошлая история нам никак не доступна. Мы эту историю принимаем по наследству от предков, не знаю там кого, в виде учебников, уроков и так далее. Вообще получается, что вся история как рассказ становится просто неким таким большим вопросительным знаком вообще. Ну, становится. Поэтому мы вот в этих стенах и пытаемся найти что-то называют естественно научные методы исследования исторических текстов или исторических садоков. на самом деле шанс всегда остается. Если все-таки вера рэка, если все-таки это были напланетяне, если они живут вечно, то можно изловить одного парня и допросить. И он нам все факты выложит. Он был свидетелем всей истории и он все помнит. Знаешь, к сожалению, вера не вера рэка, потому что как мы с тобой установили, напланетяне вступили в заговор с аквариумными рыбками. А аквариумные рыбки живут недолго. Поэтому истину даже жестко пытают. Они специально все свои воспоминания складывали в аквариумные рыбы. Знаете, как началось? Началось с того, что не был Иисус. Я говорю к тому, что на самом деле вообще каждый раз вопрос. Попросительные знаки ставят везде. Можно поставить знак вопросительного существования. Вообще Наполеон, допустим, достаточно близкий к нам персонаж. Еще смело. И были такие исследования. И это не делали. Да, я знаю эти исследования. Они указывали на удивительное сходство его биографии с биографией его племянника Армичатова, Наполеона III. Да, такое было. И они полагают... Как же способ биографии Наполеон III ничего не завоевывал? Ну, в таких количествах нет. Что-то завоевывал. Да, да. Ну, я говорю, что подобного рода попытки делать. Он тоже был мужчина. Да. И вот тоже наполеон III. Да, да. Знаешь, какой был замысел? Так вот, человека сразу называют Наполеон III, чтобы сфабриковать первых двух. Да. Кстати, а второй-то где? А второго забыли сфабриковать. Вернись. Такой вообще бардак у этих фабрикаторов должен... Это как сезон сериалов. Первый выпустили, а второй вот просто не хватило. Они сначала как бы запустили наполеон третьего, да? А потом как бы поняли, когда уже начали сфабриковать, что второй не помещается. Вот уже третий. Вот как бы третий, да? Ну что же? Нет, они сначала сделали, как полагается, сериали. Сняли популярный сериал про... А потом превью сделали. Вот сейчас как в великом сериале во все тяжкие. Там прошло пять сезонов, и они сейчас подумали-подумали, решили приквел чуть-чуть помыслом. Это ну в общем конечно да, это все напоминает совершенно уже истории в массовой культуре. Я тут спрашиваю там вот есть люди, которые фанатеют по сериалу Доктор Кто? Причем это своя каста людей, это уже несколько десятилетий творится, вот весь этот сериал и фанаты вокруг него. Я попробовал посмотреть там первые две серии доступных мне первого сезона, не понял чем углиться и отложил. Потом мне специалисты из этой секты говорят Дурак, кто же так начинает? Мы сейчас тебе расскажем. Надо посмотреть девятую, одиннадцатую и двенадцатую серии пятого сезона. Тогда тебя торкнет и ты сможешь как бы начать сначала и посмотреть все это и смотреть до сих пор. Вот настолько далеко я еще не зашел. Просто реально. Поэтому да. Это факт, на самом деле, что надо смотреть сериал почему-то не сначала. Ну, не знаю, я пропустую с первой. Я когда начал сериал великолепный век смотреть сначала, я немного разочаровался. Я его увлекся и в середине, мне было интересно смотреть, и когда я вернулся в начало, мне немного было разочароваться. потому что в начале всегда начинает как-то ни шатка, ни волка. Потом они где-то к середине раскачиваются. И где-то уже к концу у них уже получатся. потом самым у нас он опять съезжает. слушай, это же не является правилом, а культовый сериал Firefly, он вообще есть единственный сезон, но он там как бы с первой серии торкает всякого. А что это такое сериал Firefly? Светлячок. полнометражный фильм назывался «Сиренития». Но это как бы странная история на самом деле, потому что сериал первый сезон прошел, он пользовался сумасшедшим успехом, но телевизионное начальство все-таки его закрыло. Потом когда волна народного гнева поднялась, они сказали «Окей, ладно, мы сделаем фильм полнометражный». Сделали полнометражный фильм. Но все до сих пор хотят продолжения сериала. Но многие хотят. 90-х или нулевых? По-моему нулевых. А может быть нулевых, слушай, я что-то сейчас боюсь. А, скорее всего нулевых, да, потому что Натан почти не изменился. Кто Натан? Натан Филион, исполнитель главной роли. Ну может даже позже, потому что по-моему это где-то началось с года 2005-2004, засилие интеллектуальных американских сериалов, но случилось совершенно недавно. А? Назови интеллектуальные сериалы. Игра престола, доктор Хаос, Вакси Тяжки, Фарго, Фарго, вот из того, что я видел. Фарго твой совершенно скучный идиотский сериал, совершенно надуманный. То есть на самом деле все это видимо на вкус. Ну быть через 200 по этим сериалам будут судить на самом деле было. Про тебя было судить, было, да? Как бы подлинная история рассказана. Там же сказано, что подлинная история. Самый начальник. Вот. Этого не знаю. Они появились совершенно недавно. То есть раньше такого не было. Раньше была одна Санта-Барбара. Везде на различные варианты. А вот такой ударный интеллектуальный сериал появился недавно. может лет 10. Ну да. просто сам жанр Северный Войн здесь. Звездный Войн здесь не плечом. Просто не плечом. Если бы сказал еще Стартрек, то еще это как-то был канала. Но это другая история. Они реально не интеллектуальные. Они для всяких подростков. Да. Для подростков. Причем очень специфических американских подростков. Секретный материал. Да. Тоже ничего ничего нормального. Или Лосс тоже ничего такого приличного уровня. Но это только начинали еще тогда. Пока они не пришли ко всем тяжким. Заметьте опять же Санопланетанство началось. Да. Они пустили пробовали. Не обязательно Санопланетанство. Есть же британские. Британская индустрия не умеет производить так много сериалов. Но периодически у них же они шедевры создают. у них были бы вот с тем же Хью Лоли был бы слуга и Слив и Жив Симустром. Он прекрасно снял. Да фиг его знает. Я половину какой-то серии смотрел по телевизору. Мне не понравилось. Эмористически понятно, что мне не понравилось. Может быть еще и Вудхаус не читал? Что за Вудхаус? Не читал. Не читал. Ты просто с другой вселенной. Да? Да. Я 65 серий во всех тяжких смотрел. Это не каждый митинг. И хочу замерить. Посмотрел 8 этих сезонов целиком Доктора Хаоса. Ну там буквально 3-4 серии я не видел. А вдруг инопланетяне подменили только Игоря, который пытается нас убедить, что подменено все остальное? Это да. Да я просто в этом уверен. Я молчу, чтобы не выдавать, что я понял. Да. Но к сожалению об этом никто не снимет сериала. Ничего не напишет. Вот это жалко, конечно. Это такова вот ситуация. Ну что, хорошая идея? В смысле подменить Игоря? Нет, в смысле как будто такая вот некая тотальная паранойя по поводу подделки абсолютно всего. И общательные попытки доказать. Идея сериала не по убийству в каждой серии и не по отравлению как Войне престолов. В Игре престолов. А поэтому очередное параноидальное видение. А по подделке каждого населения. Самое, что интересно, никак это не доказать и не выявить. Вот чувство есть, а вот его никак не это самое так сказать, его никак не не между прочим. Наши семена тоже можно с сериалом сравнить. Люди уже интересуются не содержанием семена, а какими подробностями вокруг. То, что, когда, причем и проще. Ну не очень-то интересуются. Мы уже стали персонажами какими-то, медиа. Да, это одна из версий как будет остальной мир существовать. Что будет непрерывный Дом-2, а потом часть будет актерами, часть будет зрителями, потом они будут меняться местами, потом будет все так. Вот такой это тоже может быть. При этом никто точно не знает кто он актер или зритель. Просто прикольно, что реально зрители даже нашего канала не на содержание, а на персонажа. И вообще какой-то видимо человек нацелен на персонаж. И все что вы рассказываете про сериалы или везде, есть какой-то ведущий персонаж, который людям интересен. И бесконечное повторение одной и той же истории, как доктор и хаоса. Повторение новой тоже истории. Какой доктор хаос умный и так далее. И это бесконечное повторение меня утомляет на самом деле. А кому это нравится бесконечное? О каком сезоне мы говорим? Потому что это важно. Это не важно. Нет. Иногда какой он сентиментальный, иногда какой он там допустим резкий и так далее. Иногда вообще не про доктор хаоса. А про низу-ка одида. Целая серия. Сусор сериала на самом деле это как бы повторение какого-то человеческого общения. Нет, во все тяжкие не так. Во все тяжкие совсем не так. Да, во все тяжкие совсем не так. А мне кажется именно так. Как между прочим и фарга. фарга это просто большой фильм вот такой 10 серии и все. Правильно. А почему есть и исходный фарга. У него достаточно и зачем кладить 10 серийный фильм? Потому что он лучше? Нет, он не лучше. Нет, подожди, он другой должен тебе сказать. Потому что тот полнометражный фильм фарга, который был, а потом они сделали эти же по-моему брати Коин, они же делали и исходный фильм, и сериал. Сериалы были только продюсерами. Они были продюсерами. Ну так неважно. Они диктовали что делать, что происходить, а все остальные просто были исполнителями. Не, ну кстати, что надо еще отделять сериал, где как бы, где, ну, каждая серия, она как бы так вот немного самостоятельна от сериала, который действительно представляет собой единый фильм с каким-то непрерывным сюжетом. Допустим, когда я не объясню. Казалось бы, сериал, но многосерийный фильм потому что это никакой не сериал, это вот как бы именно развивающийся сюжет и единое целое. Ну как Фарго, да. Фарго тоже вызывает Фарго. Подождите, это не канает, потому что Декстер, например, с самого начала делался именно по такому. Там каждый сезон это одна стройная законченная история. Там каждая серия это просто эпизод этой истории. Вот сезон отсмотрел, ты закончил историю. От сезона к сезону главный персонаж, главные персонажи психологически и эмоционально и развиваются. И развиваются соответственно сюжеты, в которых они вплетены. Это кино. Во все тяжкие. Это фактически кино. Во всех тяжких там единственное по-настоящему происходит это развитие главного персонажа. Да, да. От учителя химии к сатане практически. Ну вот да. Тот, который, так сказать, слабак, который в первых сериях его же не сравнить просто с человеком из второго сезона. Да какого из второго? А с пятым? А с пятым? А с пятым уже вообще бесполезно. Когда вы говорите второй сезон, это как ругательство звучит для Влада. Да почему? Это как низко. Я великолепный век посмотрел, сколько там серии? На серии 130. Я понял, что смысл состоит не из сюжетов. Сюжет не идти неважно. Важно то, что ты как бы соприсутствуешь с этим персонажем, как ты живешь, какой ты иголкой. Благо, ты пойми, что есть сериалы и сериалы, они делаются существенно по-разному во всех отношениях. То, что ты называешь великолепный век, это прекрасный пример костюмного вот этого самого сериала. Ну, это действительно в некотором мире Санта-Барбара. Нет, это правда. Может, был бы сравнить его с этим, с фильмом, как он там называл? Фага? Не Фага. Там просто много ингредиентов. Доктор Фаус? Не Доктор Фаус, как там. Война престолов? Да, это Война... Игра престолов. Игра престолов. Можно было бы сравнить. Там точно так же много ингредиентов. Есть какие-то... Что, не Престолов? А ты сам начни. Да нет, просто это достаточно сильно повторяется на самом деле. Сериал как бы... Мне тут же просто неинтересно становится. Посмотри. Там есть какие-то... Точно так же, как видимо... Я уже что-то посмотрю как-нибудь, про все тяжкие. Про все тяжкие посмотри. Это лучший сериал Сегмента народа. Ну, официально просто. Там у них есть такая премия «Имни» называется. Развется за сериал. И он указывал «Год из года». И там... Там номинируется и «Фарга», и «Игра престолов». Они прыгают по всем номинациям. То есть «Игра престолов» постоянно ходит без номинаций, без премий. Потому что все забирает во все тяжкие. Нет, во все тяжкие закончились. Поэтому сейчас... К ней будет «Приквел». Да, «Приквел» будет. Весной 15-го года «Приквел». Я сомневаюсь, что что-то там будет хорошее. Ну, я тоже сомневаюсь. Потому что так... Просто это редкий сериал, хуже и хуже. Тут наоборот. Ну вот, такая вот эта самая вещь. Это я хочу заметить. Я постоянно и это говорю по поводу сериала. Что полностью сменилась парадигма. Полностью парадигма. То есть появились американские сериалы. То есть ребята уже не делают акцент на дебильности а-ля «Полицейская академия». Вот такой была, да, серия. Сериал, кстати, тоже был. Царствует американский интеллектуальный сериал. То есть они куда-то готовы идти. А у нас все там все фильмы с одним и с тем же сюжетом. Это означает, что хороший милиционер, фсбшник что-либо еще спасает кого-то там от плохого бизнесмена, который собирается изнасиловать старика и ограбить какую-нибудь миловидную девушку. Вот постоянно. И вот это одно и то же. При этом вдруг оказывается, что... Не наоборот, да? Да, не наоборот. Наоборот банально. Не наоборот. У нас именно так. И тут же у них любовь, да. И у них тут же любовь, да. С кем-то там еще вот этим. И это тоже без конца одно и то же. Кстати, может быть, не знаете, на сегодняшний день Россия является абсолютным чемпионом мира по производству сериалов. ни Америка, ни Бразилия, ни... Больше всех сериалов снимается, да? Больше всех снимается в мире. А что из этого можно смотреть? Ничего. Ну вот, видишь, что... я, кстати, в защиту чести отечественного кино должен сказать, что есть же грандиозный фильм «Ликвидация». Ну а что идиот? Нет, вот, кстати, идиот, там единственное, там режиссер точно был слаб. А, ну, спасал, конечно, актерский состав в смысле Евгения Миронова. Ну, все, вообще все. вот мы сейчас смотрим «Апостол» с Евгением Миронов, там тоже как бы фактически без сериала, если вытягивать, то... Ты, оказывается, не Крякл. Чего я? Не Крякл. А, не Крякл. Как у нас делятся на Ватников и Крякл? Апостолийские сериалы по телевизору, а Кряклы качают американский. Не, ну мы и другие смотрим. Ну, ты уже, ты не извиняйся просто. Ну, видишь, еще и «Стартрек» смотришь. «Стартрек» не является полноценным американским сериалом. Долго тахался, посмотрел здесь. Ну, а зато ты не смог смотреть «Игры престолов», не смотрел на все тяжкие и никогда не посмотришь фаргу. Ладно, хорошо, Ивать. Вот-вот. За ту улицу разбитых фонарей наше все. Не настолько. А что, улица разбитых фонарей 9-й разимали? Что? Или там это. вот такая же. Мне на работе сказали, вот, как бы, посмотри. Но я поэтому не смотрел. Кстати, к улице разбитых фонарей первый сезон, совсем первый сезон, был хорош, там был рогожки, вполне вот сопоставим с ликвидацией по своему качеству. Там город, который же был, там же был рогожки, они снимали, и первый сезон был хороший. А все эти бандитские петербурги вообще? Тоже первый сезон был хороший. Бандитские петербурги, он такой, нет, ну смотрите, он такой, он вот типа прекрасного века. такая костюмная драма, которая хорошо передает костюмы. Вот, и так действительно, на смотришь на этих пацанов, которые ходят в трениках, в кожаных кутках, и прям слеза умиления по щеке, потому что они прямо вот, они так вот все это и было. Вот, но в части как бы сложности сюжета, сложности самих персонажей, слабовато. А чем тогда вызван вот этот самый некий переход из внешнего к, не знаю, проработке именно персонажа, каких-то там событий, именно акцент на это? С чем связана такая эволюция сериала? В смысле, еще раз задай вопрос, я не понимаю. Сериалы меняются. Так, да. С чем это связано? Я думаю, что просто сама вот эта форма визуального произведения, она постепенно становится художественной. То есть, к настоящему моменту можно констатировать, что она стала художественной формой. Это вот примерно то же самое сделал Антоша Чиханте в начале 20 века. Был жанр фильютонов и коротких почеркушек рассказов, которые печатались в газетах. И вообще там как бы, ну, нужно было просто что-то нужно было что-то занимательное такое пылиненькое слабать. Это не была литература вообще никак. Это была такая просто часть, как бы, ну, это просто был продукт коммерческий, который продавался. Пришел Антоша Чиханте и сделал из этой штуки произведение искусства. Вот это реально, вот он как бы смог превратить эту совершенно коммерческую штуку в художественную форму. То же самое сейчас сделано уже с сериалами. Поначалу это была коммерческая форма продажи как бы зрительского внимания, а сейчас это уже стало художественной формой. Вот все эти во все тяжкие трю-детектив, ну вот есть вот как бы топовые штуки, которые совершенно определенные это уже произведение искусства, без малейших, что называется скидок. Вот. Развитие произошло с этим, то есть коммерческая форма стала художественной. мне кажется еще такой момент, что перестали экономить, но стали стараться снимать вот, ну, с таким же размахом, как и фильм. Да, да, вот я и так хотел сказать. И это так, да, и это тоже так. Отдельный эпизод, как бы, он в плане картинки, там, постановки, операторские работы, там, вот эти проработки сюжетных линий, да, он, конечно, как бы, он не является полноценным фильмом в том плане, что там в нем не вводятся герои, не вводятся, то есть он повисает как бы внутри этого сериала, но при этом он свечет. Ну, это отчасти вещь технологическая, то есть постепенно образовалась индустрия, и вот этот вот, и в этом смысле, конечно, HBO очень показательный пример. Съемка одной серии «Игры престолов» стоит миллион долларов. Это неимоверно. Да, по-моему, больше стоит гораздо. Ты чего? как она миллион может стоить? 500 человек снимает одновременно. Ну, за что купил? 15, 15, 10 серий было, 10 миллионов, 500 человек работает. Там дороже гораздо. Может, может быть, может быть, я просто, ну, у меня запал что именно миллион. Нет, меньше миллиона тогда вообще нельзя. Ну, просто вот бюджет, ну, давайте так скажем, бюджет одного сезона «Игры престолов» сопоставим с бюджетом серьезного блокбастера «Игры престолов»? Да, это, конечно, тогда. Но это уже сотни миллионов. Ну, значит, это сотни миллионов. 20-30 миллионов за серию, не меньше. Я думаю, что он и полтинник стоит «Игры престолов» с их там 400-ми артюхов, 500-ми «Игры престолов»? конечно, это, конечно, чемпион по части своего бюджета. Но индустрия развелась уже, ну, катастрофически. Там просто все начинает, как бы, начинают играть всяческие мелочи. Вот я еще в частности смотрю такой уж совсем комедийный сериал «Биг Бен Терри» «Теория Большого Взрыва». Там короткие серии по 25 минут. Там такие дурацкие персонажи, но я смотрел несколько роликов, которые показывали кухню, техническое обеспечение всего этого. И там, значит, девочка костюмер, она одна. Она одна, девочка костюмер работает, но как она работает? У нее так вот с виду первое помещение примерно как это, все забито вешалками какими-то, значит, висят одежда самая разнообразная. И она говорит, возьмем одного нашего героя Говарда. Он запоминается нашим зрителям тем, что у него очень прикольные ремни всегда. Вот, пожалуйста, это моя рабочая стойка. Выкатывают стойку длиной метров три. Она просто вот так во все стороны висит ремнями. Из разного материала, разного цвета, разные пряжки. Она говорит, я тут так на досуге, есть свободное время я экспериментирую с чем-то, наиболее удачные варианты цепляю на своего героя. Это адовая работа. Просто человек проделывает колоссальную работу, придумывая, создавая эти ремни. Это один элемент картинки. А там еще люди работают со всеми Для грех престолов несколько языков сочинений, допустим. да. И говорят, что их слышало гораздо больше людей, чем ловерский, шотландский, какой-то там еще вместе взяток. Нет, там есть базовый прием, для того, чтобы все это звучало по-старинному, основные персонажи говорят с британским акцентом. Мало того, что с британским акцентом, они говорят с британским акцентом тех мест в различных районах Англии. То есть различное дело. Это обеспечивает как-вот архаичность. Для американцев, да? Это целевая аудитория. Конечно, для целевая аудитория. Для них это архаичный язык, фонетически различный, и это совершенно прикольно. Ну, мне это не дано, потому что я смотрю это в русском переводе, конечно. И очень часто, когда серия свежая, в одноголосном каком-то. Так и он с такой-то мая-тих-мая-тих-мая. Ну, там же очень важно, чтобы она только появилась, ночью у нас проходит, а самые быстрые и ранние они переводят ее уже к утру. И на торрент выкладывает. Нет, кстати, не знаю, как игра престолов, а некоторые сериалы, по-моему, нельзя смотреть в озвучке. Может быть. Вот, например, в True Detective там это вообще цельное художественное полотно. Там вот картинка и то, как они говорят, вот этот саундтрек, голоса героев, голоса героев стали частью саундтрека. Вот потому что вам совсем не понравилось. По-моему, они умничают не по делу просто. Ну, они, конечно, умничают, но есть дело не в умничании. Ты попробуй посмотреть это просто с русскими субтитрами и послушать вот всю эту атмосферу. А это на самом деле очень легко этим проникаешься, потому что я это обнаружил случайно. Потому что я случайным образом первую серию посмотрел с субтитрами, потом вторая серия не была с субтитрами, а была в озвучке. Я послушал и сказал, да вы вообще охренели там все. Это вообще другое кино получается. Это просто другое кино в озвучке. Надо слушать их реальные голоса и тогда это все становится таким вот. А вроде других странах в озвучке-то нет. Они сделали с субтитрами, да, показывают? Ну, каких других? Мы этого не знаем. Почему не знаем? Нет, но мы знаем, что в странах все на Европе показывают личный фильм просто с субтитрами без озвучки. Не уверен, не знаю, как во Франции, а вот, скажем, страны Северной Европы, а вот все мелкие европейские страны, там, да, там они не дублируются принципиально, а просто делаются субтитры. И все. Ну, это банально дешевле. Ну, в этом смысле как бы говорили о подлинности. Это вот подлинный фильм, где люди говорят на том языке, на котором он снял. А не так, что иногда бывает немного смешно смотреть фильм с нашей озвучкой. Так вот, персонажи вроде как не подходят к тем словам, которые они говорят. Ну, это по-разному. Она же теперь самодеятельная озвучка-то. Сидят несколько студий и пытаются на этом деньги зарабатывать. И удается. Ну, как-то ребята зарабатывают и дай им Бог здоровья, что нам называется. Большие молодцы. Вот там, как-то там кубик в кубик, они петербург по-моему, может быть, нет. Или Ласты. Сказали, вот у нас компьютер полетел, сгорел, типа того, что... Дайте деньги, да, мы это, мы это, блин. Не можем тут Санта Хаус, не просто. Просто есть некорда перфекционизм у потребителя. Дело в том, что вот даже нашим семинару предъявляют претензии, что он там, допустим, озвучка, ну, как-то, звук не очень качественный. Сейчас он лучше стал, но тем не менее, даже сейчас, вроде, как и некоторые прислушатели, лучше... Приходи снимай. Да, я понимаю, что вот та работа со звуком, о которой рассказывают, она, на самом деле, не случайна. Некоторую попытку вот этого можно сказать введение можно сказать, что это просто профессионализм, что-то далее, что-то еще, это вроде какой-то перфекционизм, он в глазах не присутствует. Нет, это просто, ну, как сказать, это просто становится частью художественного произведения. Вот первый, кстати, такой, я совершенно художественный фильм смотрел, из которого звук нельзя вырезать, это Деднер, «Мертвец» с Джонни Деддером. Потрясающая совершенно штука. Вот там вот, там реально бессмысленно это все озвучивать. Потому что вот то, как они говорят, как они звучат, какая музыка при этом периодически выходит, это совершенно зашибись. Вот это, это просто, вот надо так вот, как есть, и воспринимать. Может, поэтому мне не понравится, что я в «Азбуке» смотрю? Посмотрю? Я не понял. Найди с субтитлями, это вообще просто отлично. Я уже не говорю о тех моментах, которые на русский переводить можно, но так вот кратко не получается. Да, вот, кстати, насчет краткости это правда. А английский язык позволяет кратко говорить совершенно кратко, а на русском это огромное дневное предложение. Вот, в «Дедмене» там, помнишь, когда эти маршалы, которые гонятся за этим несчастным уже практически мертвым чуваком, значит, они выходят на какую-то опушку, увидят там трупы. Один из них подходит, пинает его и говорит «фрэш киллд». Вот как ты это будешь передавать по-русски? Свежеубитый. Свежеубитый. Понимаешь, вот, да, блин, не совсем то. Но он приставленный. Но он приставленный, это вообще другая опера. Но согласитесь, это тоже было бы смешно, если бы он был ускал «фрэш киллд». Да, ну ты понимаешь, но это нужно было бы делать тогда… Это был бы уже гоблинский перевод. Тогда это нужно… Кстати, гоблин иногда переводит колоссально. Вот я должен сказать, например, как ты как-то анализировал этот фильм, «Криминальное чтиво». Да. «Криминальное чтиво», если озвучка, то только гоблинское. Потому что он единственный, кто это делает адекватно. Вот просто вот это нас слушают дети до 16 лет? Да? Нет, не слушают. Ну, как вы, именно, до 16 лет, можно повезти. Помните, как там один этот персонаж спрашивает, другой, слушай, а чья это за баба, у которой полкило всякой хуйни на рожи? Вот. А, блин, это моя жена. Вот это полкило всякой хуйни на рожи, это про пирсинг. Ну, это же правильно переведено. Правильно. Ну, понятно. Ну, что, все, хлопаем? Да.